Привет, просветители. Наконец-то это случилось. К сожалению, не то, о чем вы подумали. Я, конечно, не знаю, о чем вы подумали, но это явно не то. Мольбы людей, которые под каждым моим видео возмущались, что им не хватает позитива. Гуси-гуси. Га-га-га. Есть хотите? Да-да-да. Ну что? Достаточно позитивно? Наконец-то были услышаны. Даже такой пессимист, как я, у которого стакан всегда наполовину пуст, то он вообще, блин, пустой. Да и не стакан это. Он не пустой. Не может отрицать. Это достижение российского образования действительно выглядит впечатляюще. Как вы, наверное, уже поняли из названия, говорить мы сегодня будем с вами о разговорах о важном. В детском саду. Разговоры о важном сад стоповым. Пока все удивляются самому появлению подобных бесед для пятилеток. И не только. Там вон уже в три года детей для фотоотчета выстраивают. Мне, как и некоторым другим российским исполнителям, хотелось бы зайти в другую дверь. Когда пару лет назад в комментариях под таким же видео вы шутили о патриотизме с пеленок и разговорах о важном в яслях, Я уже тогда говорил, просто подождите, подобные уроки будут везде. И в детском саду, и в вузе. Возможно, это производство доберутся. И сейчас смотреть на то, как люди делают вот такие глаза и удивляются. О, разговоры в три года. Мне достаточно странно. Вы правда не понимали, к чему все идет? Поэтому здесь не будет заламывания рук и удивления. Как же так получилось? Вот это да. Какие три года? У нас вы на патриотах с рождения заговорили. Патриотизм с пеленок хотят прививать детям со следующего года в России. Депутат Госдумы Татьяна Буцкая представила каталог товаров с государственной символикой отечественного производства, которые могут войти в набор для новорожденного. Это не просто российские производители. Это когда патриот с рождения. Это когда у тебя триколор, герб, уже первая твоя одежда, которая говорит о том, что ты родился в России, что ты нужен для России, ты важен, тебя уже с рождения любят, говорит Буцкая. Патриот с рождения. Чего только не услышишь. Но сегодня не об этом. Меня гораздо больше интересует и, скажу честно, даже восхищает, та скорость, с которой детские сады включились в эти самые очень важные беседы. И вот это, как мне кажется, и стоит обсудить. Ведь это едва ли не главный символ современного российского образования. Начальник сказал, подчиненные сделали. Друзья, кто из вас работает в найме? Если бы вы хотели работать удаленно, с постоянным ростом дохода без потолка, вместо того, чтобы до конца жизни сидеть на бесперспективной работе, я вам очень рекомендую пройти бесплатное предобучение по тестированию от Андрея Вашего. Я вам про него уже рассказывал. Он в IT уже больше 12 лет, с опытом работы с Яндексом и зарубежными компаниями, а начинал свою карьеру как раз тестировщиком. Тестирование – это та самая сфера IT, где не обязательно программировать. А востребовано оно и оплачивается так же высоко, как и программирование. Курс не сложный, а пользы получите больше, чем от многих платных. И каждый узнает, как стать айтишником с нуля и без программирования. На предобучении вы протестируете сами IT-проект, а Андрей и другие менторы вам помогут. Да, на бесплатном мини-курсе будет обратная связь. А также получите пошаговый план по тому, как с нуля стать востребованным тестировщиком. И выйти на зарплату от 100 тысяч рублей, без программирования и с лайфхаками по поиску работы. А еще вы сможете получить бесплатную карьерную консультацию от Андрея. И весомую скидку на обучение профессии тестировщика, если решите продолжать. Старт 21 ноября, 4 дня. От вас любой комп и полчаса-час свободного времени в день. Все подробности регистрации по ссылке в описании или QR-коду на экране. А тем, кто хочет начать двигаться в IT уже сейчас, подписывайтесь на телеграм-канал Андрея. Ссылка тоже будет в описании. Там много полезного для новичков в IT. Если вы не первый день на этом канале, то, скорее всего, знаете, что достаточно часто в последнее время какие-то серьезные изменения в нашем образовании происходят после политического пинка. Новые учебники истории. Президент сказал, что его не устраивает, как в книгах описывается Великая Отечественная война. И уже на следующий день, реально, на следующий день, Кравцов заявляет, что будет проведена работа и появятся новые учебные пособия. То есть, а до выступления Путина никто никаких проблем в учебниках истории в профильном ведомстве не видел. Окей. Но, конечно, немножко странновато. Книги так торопились представить заказчикам Ку, заказчику, что аж переписывать пришлось, когда некоторые моменты обновленного учебника не понравились в Чечне. Ничего страшного, перепечатаем. Миллион туда, миллион сюда. Какие проблемы. Россия, щедрая душа. Володин заявляет, что девочки должны уметь готовить борщ, а мальчики что-то делать руками. И министр тут же рапортует, мы возвращаем уроки труда. Партия сказала, прыгай, комсомол, а как высоко. Но и в том и в другом случае, между очевидным все будет сделано, а что еще Кравцов мог сказать? У нас и так это в программе есть? Ага, конечно. Да и знал ли Сергей Сергеевич, что у нас это в программе есть. Так вот, между все будет сделано и реализацией прошло какое-то время. Пусть небольшое, но все же. Учебник написали не за два дня. Труд вели не в середине учебного года. То есть была хотя бы попытка изобразить какую-то последовательность процесса. Хотя, если вспомнить, что сотворили с программой по труду, то можно было бы прямо на следующий день вводить. С вами ничего не поменялось. Но в случае с разговорами о важном, мы, похоже, открываем новую главу для российского образования. Еще никто и никогда не видел такую скорость. Президент только заикнулся, а через две недели, я не утрирую реально, две недели, детские сады уже выкладывают отчеты в ВК. Наплевав на какую-либо системность, апробации, экспертные оценки, программа, президент сказал, мы перешагнули этап, да, господин начальник, будь сделано, сразу же, уже проведено. Но давайте по порядку. Все началось 3 октября. Разговоры о важном следует вести в детских садах. Согласился президент Владимир Путин на встрече с финалистами всероссийского конкурса «Учитель года». Да, инициатива, если что, не от Путина исходила. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Варенцова Надежда Сергеевна, город Вологда, воспитатель. Детского сада 84. Владимир Владимирович, моя дочь учится в седьмом классе общеобразовательной школы. И от нее я узнаю очень многое о школьной жизни, а в том числе и о таком предмете, как разговор о важном. И с ее слов, и со слов учителей, и от их впечатлений, и от своих, познакомившись с этой программой, я понимаю, насколько она важна для детей. Тут, конечно, не поспоришь, чтобы еще одиннадцатиклассники делали без уроков о цирке, масленице, письме Деду Морозу и юбилеи ТАСС. Очень важные темы. Очень. А уж лекция о кибербезопасности от Егора Крида вообще навсегда в сердечке. Вместе с френдами и няшными смартфонами. Это действительно на данный момент, на последнее время, одна из самых важных, значимых и любимых нашими детьми такое вот направление. Жаль только, что не все дети об этом знают. Естественно, очень сложно оценивать среднюю температуру по больнице, потому что, с одной стороны, у нас есть заявления Кравцова и подобных родителей, утверждающих, что дети просто в восторге от разговоров о скоморохах, зерне и дорогах. С другой стороны, видосы таких проплаченных западных выкормышей. Что с них взять? Можете подписаться на Бусти, чтобы изменить эту ситуацию. Поэтому в данном случае, мне кажется, будет достаточно интересно заглянуть в Телеграм Екатерины Мизулиной. Неожиданно, правда? Потому что она, с одной стороны, явно не относится к либералам и никаких вопросов о ее лояльности в системе не возникает. А с другой, именно к ней в Телегу бегут школьники, когда что-то происходит. И вот, относительно недавно, Мизулина провела опрос среди своих подписчиков о важных разговорах. Результат меня не поразил, а вот Минпрос, думаю, не порадовал. Проголосовало 123 тысячи человек. Неплохая выборка. Из 76% заявило, что РОФ это пустая трата времени. При том, что еще шесть сказали, что у них такого урока вообще нет. Убрать эти шесть и очень веселые результаты получаются. Да, дети в полном восторге. Любят, просто обожают. Куда деваться? Тащите в детские сады! Но ведь, однако, согласитесь, что воспитание будущего дошкольника, будущего гражданина нашей страны начинается значительно раньше. В дошкольном возрасте мы уже знакомим детей с базовыми ценностями. В пять лет ребенок уже способен понимать, как любить родину, как и многое другое способен понимать. И вот наше такое предложение. Распространить проект разговора о важном и на дошкольном учреждении для детей с пяти лет. Ведь это уже будет в том числе и подготовка к школе. Да, это именно та подготовка к школе, о которой мечтает каждый родитель. Но сегодня не об этом. Понятно, что президент эту идею поддержал. Кто-то сомневался. Когда я разместил эту новость в своем телеграме, кстати, подписывайтесь, я сразу же сказал, что вот нет просто ни малейшего сомнения, что разговоры о важном появятся в детских садах. Просто даже предположить не мог, насколько быстро. Думаю, не я один понимал, что, скорее всего, уже в 25-м году родителям объявят «Welcome! Herzlich willkommen!» Но в реальности все оказалось гораздо веселее. Уже 21 октября журналисты насчитали более сотни отчетов. Это только отчеты о проведении разговоров о важном в дошкольных организациях. И пока такие депутаты, как Нина Останин, заявляли, что это хорошая инициатива, главное учитывать возраст и не перегнуть палку, можно рассказать детям о Байкале или горячих источниках Камчатки. Некоторым детям рассказывали не о природе. Я не буду комментировать выбранные темы, потому что российскому законодательству может это не понравиться. Я все еще хочу кушать и не хочу оказаться в тюрьме. Но, повторю, в некоторых детских садах речь шла не о природе. Ну или не только о ней. С другой стороны, кое-где администрация не стала изобретать велосипед, а просто взяла тему для школьников. Что 11 класс, что 4 года, одна и та же тема. И да, вот это уточнение с 5-летнего возраста похоже, не все услышали, потому что выстраивали для фотоотчетов явно не только подготовительную группу. Ютуб не особо любит, когда используют изображения детей. Но кому интересно, ВК просто кладезь школьного и дошкольного контента. Вводите в поиски разговоры о важном, детский сад и десятки фотоотчетов с официальных страниц к вашим услугам. Темы самые разные. Никакого единого подхода нет. Где-то рассказывают, что значит быть взрослым, а где-то на беседу военных приглашают в детский сад. Единственное, что объединяет, флаги. Как можно больше фотографий с флагами. В выборе тем подобные разброты шатания, честно говоря, не особо удивляет. Программы-то нет. Никто ничего не обсуждал, не создавал. Просто педагог сказала Путину «Давайте». Он ответил «А давайте?» И понеслось. Просто песня. Президент сказал, что этот вопрос следует обсудить со специалистами, детскими психологами и понять, что представляет из себя ребенок в 3 года, 4 и 5 лет. Похоже, фразу «обсудить со специалистами» не все услышали. Слишком топали ногами, когда бежали поручения выполнять. Повторю, кто-то удивлен. И пока журналисты разных интернет-изданий обсуждали веселый детсадовский флешмоб, а кто еще заявит, что у них уже проводятся разговоры о важном? Неожиданно проснулось Министерство просвещения. Главное, вовремя. В Минпросвещении обсуждают возможность ведения разговоров о важном в детских садах, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Это круто, что Минпрос обсуждает. Только вот детские сады уже проводят. Но как минимум 100 отчиталось. Без какого-либо обсуждения. Целесообразность ведения разговоров о важном в образовательную программу детских садов прорабатывается экспертами в области дошкольного образования, в научных организациях, подведомственных Министерств просвещения Российской Федерации, заявили в министерстве. Видите, эксперты прорабатывают. Но главная шутка, конечно же, во фразе целесообразность ведения. То есть, в какой-то параллельной реальности есть вероятность, что Минпрос скажет нет, Владимир Владимирович, мы против. Слишком рано. Ага. Очень правдоподобно. Там уточнили, что решение эксперты будут принимать после тщательного анализа потребностей детей и родителей, а также кадровых возможностей дошкольных организаций. Программа разговоров о важном для детских садов должна учитывать возрастные, индивидуальные психологические и физиологические особенности детей, отметили Минпросвещение. Естественно, ни слова о том, что в некоторых детских садах эти занятия уже проводятся без какого-либо тщательного анализа. И тут возникает вопрос, а как же так произошло? Вот просто с ничего сотня детских садов в стране решила новый предмет вести. И главное обязательно отчитаться. Просто заняться было нечем администрации и воспитателям. И они такие О, а давайте разговоры о важном проведем. В разных регионах страны резко. Вот буквально за две недели одна и та же идея приходит в головы заведующим. Звучит очень и очень правдоподобно. И тут уже следующий блок вопросов. Возьмем вот самую нереальную версию. Предположим все-таки, что садики кто-то заставил. Местные чиновники, например. Подарок президенту. А Минпрос нам утверждает, что такие серьезные изменения важно тщательно изучать, взвешивать, анализировать идею. Так вот, подобных же инициативных товарищей накажут, раз они совершенно непонятно откуда взявшиеся занятия, которые никто не утверждал и не проверял, в государственные образовательные организации запихнули. Ведь накажут же? Или второй вариант. Все это исключительно массовое помешательство заведующих и тотальное самоуправство. Зачем нам Минпрос? Мы сами с усами. Так вот, вопрос тот же. Какие меры будут приняты по отношению к таким руководителям? Правильно, никаких. Что хочу, то и ворочу. И это, кстати, настоящий тренд. На прошлой неделе мы с вами обсуждали, как школы массово начали отчитываться о том, как они с квадроберами борются. И памятки для родителей раздают. Кто не смотрел, зацените. И тут наше сонное министерство спустя неделю заявляет, а мы ничего не просили проводить. Такие занятия вообще только интерес разжигают. Это пропаганда. Ну и какие будут действия? У вас чиновники заставили школы массово проводить и отчитываться о мероприятиях, как замечательно, что все пруфы в открытом доступе, смотри, не хочу. Мероприятиях, которые вы считаете вредными и опасными. мероприятиях, которые с вами не были согласованы. Кто-то же понесет наказание? Нет. Это просто учителя сами в 7 часов утра проснулись и решили разродиться методичкой о квадроберах. Ну и естественно, пока эксперты Минпроса только решают, насколько оправдан включение подобных занятий в программы дошкольных организаций, детские сады продолжают строчить отчеты и выкладывать фотографии в общий доступ. Ну а чего ждать-то? Президент ведь поддержал? Друзья, если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк, это очень поможет. Кроме того, не забывайте про мой телеграм, там интересно и все новости образования появляются гораздо быстрее. Ну а если вы готовы поддержать мою деятельность, то переходите по ссылке в описании на мою страничку Boosty или Patreon, там все ролики выходят раньше, без рекламы и кроме того, доступен эксклюзивный контент. Сейчас на экранах вы видите имена самых топовых товарищей, которые поддерживают меня на этих платформах, огромное им спасибо. Ну и отдельная гигантская благодарность отправляется министр просвещения моей странички Boosty. Большое спасибо за поддержку, я ее очень ценю. Ну а с вами я встречусь уже на следующей неделе в понедельник в 17.00 по Москве в моем новом видео. Всем хорошего дня и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова